Всем привет! У нас сегодня очень интересная тема. Она как автомобильная, так и не автомобильная. Но в целом, я думаю, вы по заглавию видео поняли, о чем будет идти речь. Для начала вам хочу показать то место, где я работаю. Это наш автосервис. Напоминаю для тех, кто, может быть, смотрит первый раз. Мы занимаемся обслуживанием итальянских автомобилей. Это Maserati, это Ferrari, это Lamborghini, а также английских. Это Bentley, это Rolls-Royce, ну и Aston Martin. Aston Martin, естественно, в меньшинстве, потому что у нас их в стране крайне мало. Но иногда бывает заезжают, о чем я тоже стараюсь что-либо снимать и показывать. Ну вот сейчас вам показываю классику жанра. Это Maserati Quattro Porto 2008 года, 139-й кузов в рестайлинге. По соседству стоит еще один представитель итальянской диаспоры. То же самое, 139-й кузов. Я думаю, многие, кто смотрит мой канал, заметили, что вот этот вот фон с этим Maserati по чехлом, это уже традиционный. Да, действительно, машина у нас застоялась. Все дело в том, что одна деталь заказная, заказ на заводе, это деталь двигателя. Но сейчас мы практически вопрос решили. Ну и плавно переходим, собственно говоря, к виновнице нашего торжества. Наверное, правильно так будет назвать. Это вот такая передняя правая дверь. Соответственно, вопрос, для какого автомобиля эта дверь, почему она столько стоит. Ну, мой ответ такой. Автомобиль сам по себе стоит очень и очень дорого. Соответственно, запчасти не могут стоить дорого. Хотя, конечно же, себестоимость, я думаю, может быть не намного дороже, чем для Toyota. Но, тем не менее, здесь, конечно, зарабатывает завод, здесь зарабатывают дилеры. Но, сами понимаете, при стоимости этого автомобиля других вариантов не может быть. Соответственно, пишите в комментариях ваше мнение, для какого автомобиля эта дверь. Пару подсказок внимательнее увидит сразу. Поэтому, смотрите видео внимательнее. Ну, и, соответственно, кто первый напишет правильный ответ, тот и молодец. Я думаю, что правильных ответов будет много. Скорее всего, они будут все правильные. Но, еще раз, пишите в комментариях, как вы считаете, справедливая ли цена за эту деталь. Ну, и ваши варианты, почему, собственно говоря, настолько это все ценообразование, настолько завышено. Ну, в общем-то, свое мнение я высказал. Готов с вами обсудить. Ну, в общем, я думаю, что будет очень полезный диалог. Ну, кстати, пишите. Может быть, есть какие-то варианты еще по маркам, по моделям автомобилей, у которых детали, именно в данном случае двери, могут стоить дороже. Это будет тоже интересно. Ну, на сегодня пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если будут какие-то вопросы. Пишите, не стесняйтесь. Постараюсь всем ответить. Всем пока.